Ну, конечно, злые языки сразу употребляют глагол «подсидел». В смысле, я имею в виду худрука Андрея Петрова. Но при этом я знаю от своих знакомых балетных, что на самом деле рады были новому худруку, в том числе и Петров тоже, как мне говорят. Ну, Андрей Борисович, стаж работы 25 лет, следующий сезон юбилейный. Мне кажется, что все, что возможно, Андрей Борисович вложил туда. И откровенно скажу, вот когда произошло это все, мы с ним поговорили face to face, лицом к лицу. И я сказал, Андрей Борисович, я вас очень уважаю, и вы знаете, что ни одного, с моей точки зрения, повода для того, чтобы себя как-то продвинуть на эту должность я никому не давал. А Андрей Борисович мне сказал, Андрей Борисович, я понимаю, что это когда-то должно было случиться, и я очень рад, что эта трупа достается тебе. То есть у нас существует какой-то вот такой очень хороший творческий альянс в проекте, который... Со всем коллективом или именно с Петровым? Ну, Андрей Борисович руководитель. Прежде всего нужно, как бы, получить разрешение от руководителя для того, чтобы потом работать с труппой. С труппой никогда проблем не было. Это творческий коллектив, которому всегда интересно делать новые проекты, новые спектакли. Они очень хорошо ездят на гастроли, умеют собираться. Это тоже очень важная какая-то составляющая труппы, когда с сложного переезда артисты приезжают, прогон. И ты понимаешь, к вечеру они уже устали, и кажется, что уже сил нету, вот труппа умеет прямо вот такой какой-то есть... И они собираются. Это вот удивительно, это не в каждой труппе бывает. Просто у меня уж очень большой опыт работы с разными компаниями мировыми, не говоря уж про наши, как бы, российские, там, Латвия, Марсель, Дрезден, Минск. Много. И вот у Кремлевского балета есть такое удивительное качество. Умеют очень хорошо собираться. Работал в этой труппе с основания. Открывался театр Кремлевский балет спектаклем Макбет в постановке Васильева. Я его танцевал. Потом была Золушка в постановке. А Принца, да, вы танцевали, да, помню, да. Еще с Екатеринской Георгией Максимовой. Это был великолепный спектакль, не забуду его никогда. А потом в 2007 году пришел к Андрею Борисовичу вот с этим проектом «Русский сезон 21 века». И уже 7 лет подряд мы со-художественные руководители проекта «Русский сезон 21 века». Поэтому наше вот такое как бы творческое сотрудничество, и я бы сказал, что это тандем. Вообще в Кремле тандемы очень как бы приветствуют. Да, в последнее время особенно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».